Александр Черноскутов вместе с другими выпускниками гимназии колледжа искусств участвует в творческом проекте. В эту уникальную постановку танцор внес свою историю. Рассказал ее через сильные эмоции и пластичное движение. Это тот самый случай, когда понятно без слов. Я не представляю свою жизнь без танца. В танце мне получается выплеснуть эмоции, выплеснуть негатив, выплеснуть любовь, показать свои эмоции. Показать их зрителю, чужому человеку, которому это понравится, который это оценит. И аплодисменты – это самая лучшая награда для любого танцора. В номере «Сломленность» Саша расстается с любимой. Согласно сюжету, он теряет мобильную связь и долго не может дозвониться девушке. Переживания и негативные мысли на сцене, как и в жизни. Но все заканчивается хэппи-эндом. Заветное СМС с текстом «Все хорошо» все-таки дошло. К этой финальной постановке танцоры начали готовиться еще осенью. За основу в 45-минутной программе с 9 смысловыми номерами учащиеся взяли злободневные вопросы. Экологическую катастрофу, проблему беженства и детей-сирот. Идея в том, чтобы каждый человек задумался. Сначала подбирали музыку, после этого подбирали идею. У нас все очень сильно менялось. Если я вам расскажу, что было в самом начале, то люди не поймут, что это было одно, а стало совершенно другое. То есть эта идея, она очень сильно трансформировалась со своей начальной. Джаз-модерн, контемпорарий дэнс и полное отсутствие народных танцев. В концепции творческого проекта под названием «Просто жить» лежит только современная хореография. Все номера разрабатывали сами учащиеся. Мне нравилось с самого детства просто танцевать. Мама меня дала в колледж. Я ему благодарна за то, что он мне дал как физическую форму, так и моральную. По традиции эту постановку выпускники гимназии колледжа искусств показывают всего один раз в день получения диплома о среднеспециальном образовании. В этом году танцевальный зал учреждения образования покинули 20 талантливых ребят. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруиск, 360.